Конор Макгрегорович, вы осуждены российским судом за оскорбление в адрес дагестанцев, поэтому вы будете отбывать срок в колонии особого строгого режима для особо опасных бойцов. У вас есть вопросы? Да, у меня два особо важных вопроса. Почему вы называете меня Конор Макгрегорович и почему я зимой тут стою в одних шортах? Во-первых, мне так удобно. А во-вторых, мультихайпу было лень рисовать тебе одежду. К тому же тебе не помешает всё время находиться в бойцовской форме, ведь в этой тюрьме сидят только крутые бойцы. Так что не думай, что ты будешь ходить тут как король, Конор Макгрегорович. Я везде король, хоть на волях, хоть в тюрьме. Здесь не может быть бойца сильнее меня. Спешу вас огорчить, Конор Макгрегорович. В нашей тюрьме сидят настоящие монстры. В таком случае, царство им небесное. Ничего себе! Конор Макгрегор? А ну свалил отсюда, полудохлик вонючий. Это теперь моя кровать. Ты совсем попутал что ли, дядя? Я вообще-то гангстер. Я сейчас тебе... Корней, ты совсем дурак? Это же сам Конор Макгрегор. Серьёзно? Мистер Конор Макгрегор, вы на меня не обижайтесь. Можете спать на моей кровати. Правда, я писался по ночам. Конор, а за что тебя посадили? За то, что болтал много. Я же не знал, что у вас в России за слова сажают. Но вы не расстраивайтесь, мистер Макгрегор. Я вам буду тут помогать. Я могу достать что угодно. И кого угодно. Внимание, объявление. Через несколько дней в тюрьме будет проводиться турнир по боям без правил. В нашей тюрьме собраны самые сильные бойцы-преступники. И нам нужно выяснить, кто из них самый сильный. А если я не претендую на звание самого сильного, могу я не участвовать? Нет, ты отжимаешься сто тысяч раз. А значит, очень сильный. Блин, больше никогда не буду врать. Поэтому тренируйтесь и пишите завещание. Это ужасно. Я не хочу умирать. Да, в этом турнире невозможно победить. Расслабьтесь. Я выиграю этот турнир, а вас не буду сильно бить. Мистер Макгрегор, ты сильный. Но в этой тюрьме сидят такие бойцы, что даже у тебя могут возникнуть проблемы. И кто тут может доставить мне проблем? Есть тут один боец. А точнее лучший боец на планете. Хабиб? А его за что посадили? Украл Тирамису в магазине? Нет, не Хабиб. Но тот, кто сражался с Хабибом на равных, и зовут его Юрий Бойко. Кто? Юрий Бойко. Юрий Вонька? Нет, Юрий Бойко. Вилли Вонка? Нет, Юрий Бойко. А он борец? Нет. Ну тогда и проблем никаких нет. В стойке мне нет равных. Так ему тоже в стойке нет равных. Вы так его рекламируете, мне аж интересно стало. Хочу поскорее его увидеть. Но это только завтра можно будет. На прогулке. Он всегда на спортплощадке тренируется. Отлично. Завтра и посмотрим, что у вас там за Юрий Полько. Смотри, мистер Коннор. Видишь, два мужика дерутся. Вот один из них Юрий Бойко. А как понять, кто из них Бойко? Очень легко. Тот, кто победит, тот и есть Бойко. Осторожно. Низко летел. К дождю. Вот теперь Бойко остался один. А, это тот тип, которому я кидал туалетные швабры в его бою с Хабибом. Пойду его пощупаю. Отлично машешь ногами. До тюрьмы, наверное, был балериной? А ты до тюрьмы, наверное, был клоуном. До тюрьмы такие, как ты, брали у меня автографы. Макгрегор? Хм. Я не беру автографы у тех, кто сдаётся. Начнёшь. После того, как я выиграю турнир. Я буду рад, если ты дойдёшь до финала. Хочу лично тебя поломать. Тогда что тебе мешает сделать это прямо сейчас? Действительно. Прекратить драку. Ещё одно движение, и вы не доживёте до турнира. Марш по своим камерам. Увидимся на турнире, балерина. Если только ты не проиграешь кому-нибудь другому, клоун. А у этого лепрекона сильный удар. А этот мухобойка реально крут. Конор, мне показалось, что ты дрался с бойкой на равных. Тебе показалось? Я был круче. Это будет грандиозный турнир. Жаль, только мы там тоже участвуем. Кстати, а какие опасные бойцы там ещё будут? Там будет дацик. Шрыль на кишку. Огромный псих весом 150 килограмм. Он лютый неадекват, и в бою может использовать любой грязный приём. Александр Емельяненко. Пьяный мастер в тяжёлом весе. Его удары, как встречная электричка. Если попадёт, то собьёт. Если промахнётся, то соперник простудится. Но и многие другие бойцы. Кажется, он не сильно испугался. Наконец-то в тюляге стало весело. Давно у меня не было достойного соперника. Хоть ты и редкостный придурок, Конор. Но я рад, что наши пути пересеклись. Чтобы быть лучше, нужно сражаться с лучшими. Посмотрим, кто из нас лучший ударник. Конор, проснись. Сегодня день турнира. Да, сейчас узнаем, кто наши соперники. Наконец-то. Хоть какое-то развлечение. Ребят, вы идите. А мне нужно с братом встретиться. Он мне через забор кое-что перекинет. Я вас догоню потом. Корней, ты здесь? Тёма, я тут. Ты принёс мне то, что я просел? Да, принёс. Лови. Корней? Корней? Ты где? Амирон? Привет, Давидыч. Меня попросили поработать немного здесь и провести вам турнир. Лучше бы ты магазин шоурмы здесь открыл. А ты знаешь, с кем мы будем драться? Конечно, знаю. Ты, кстати, дерёшься первый. И с кем я дерусь? С Александром Емельяненко. Ну, хотя бы не с Фёдором. Ну всё, Давидыч, твой выход. Признайся, ты специально поставил меня драться с Емельяненко, чтобы он меня покалечил. Нет, не знаю. А вот ты сейчас узнаешь. Оооо, медвежонок. Он, как всегда, пьяный. У меня есть шанс. Всё, поставил лайк, братья, мы погнали будем. Следующим драться выходят Корней и Дацик. Да я гангстер. С кем там мне драться? С Поциком? А нет, это не Поцик. Это Дацик. Второй на кичку. Но была не была. Надо было по яйцам. Ну чё, бедолаги, зализываете раны? Хорошо, хоть живы остались. Конор, а ты уже подрался с Бойкой? Нет. Мы дрались с какими-то футболистами. Я с Кокориным, он с Мамаевым. И кто победил? Конечно, я. У Кокорина ведь не было с собой стула. А Бойка победил? Да, мы вошли в полуфинал. Скоро объявят, с кем я буду драться. Внимание! Следующий бой Конор Макгрегор проведёт против Александра Емельяненко. Уууу, Конор, тебе не повезло. Вообще пофиг. А с кем будет драться Бойка? Бойка будет драться с Дациком. Это полуфинальные бои, и победители выйдут в финал. Конор, Александра Емельяненко намного больше тебя. Может, у тебя есть какая-то тактика, и ты будешь её придерживаться? Да, у меня есть какая-то тактика, и я буду её придерживаться. Офигенный ответ. Пойду-ка я с ним. Не хочу пропустить самое интересное. Я тоже с вами пойду. А, нет, не пойду. Наконец-то, веселуха. Руаннер, всё в порядке? Да, я просто подскользнулся. Осторожно, он выпустил облако перегара. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Фу, говной воняет. Маленький леприкончик. Хе-хе-хе. Куаннер, тебе нужно использовать какой-нибудь суперудар. Какой ещё суперудар? Ну смотри, у всех есть свои суперудары. У него облако перегара, у Хабиба полёт орла и бросок веры, у Бойки тюремная бруталити. У тебя тоже должно что-нибудь быть. Хм, у меня есть моя коронная левая. Делаем так. Ты кинешь эту бутылку ему под ноги, он нагнётся за ней, и тут я ему с разгона врижу. А откуда ты достал эту бутылку? Лучше не спрашивай. Ну, родная, не подведи. О, бутылочка. В этом бою побеждает Конор МакГрегор. Сейчас будет драться Юрий Бойко и Дацик. Почему он не падает от моих ударов? Походу у него слишком крепкая голова. В таком случае придётся уничтожить его ноги. Готовченко. Победил Юрий Бойко. Офигеть. Кажется, у меня проблемы. Не то слово, клоун. У тебя большие проблемы. Нет-нет-нет. Драться вы сегодня не будете. Ваш бой мы устроим в другой день. Так что расходитесь по своим камерам. Дамы и господа, сегодня вы увидите финал тюремного турнира, в котором сразятся лучшие ударники планеты. Юрий Бойко и Конор МакГрегор. Мухобойко. Твоя судьба помойка. Конор. Я убавлю твой гонор. Файт. Хороший удар. Понравилось? А вот этот ещё лучше. Что происходит? Почему я проигрываю? И что за музыка играет кругом? Это не моя музыка. Эй, диджей. Поставь мой музон. Хорошо. Хорошо. Не знал, что клоуны бывают такими сильными. Но так даже интереснее. Это лучше, чем обнимашки с Хабибом. А теперь испытай на себе тюремное бруталити. Понял, что проигрываешь и пришлось идти с козырей? Что ж, у меня теперь тоже есть свой суперудар. Ха-ха. Твоё место на земле. Лежи и не вставай, когда перед тобой стоит король. Импровизируй, приспосабливайся, побеждай. Чтобы быть лучше, нужно сражаться с лучшими. Бог дал мне только один дар. Я лучший боец во всём мире. Я сказал лежать. Ты труп. Ты не сможешь победить меня. Я реальный боец. А ты всего лишь персонаж фильма. Тебя не существует. А я реальный человек. Ты крутой только в фильмах. Конор, ты забыл, что мы в мультике? Мистер Конор, не сдавайся. Если я не могу победить по правилам, тогда я буду их нарушать. Но тут и так нет правил. Это ведь бои без правил. Серьёзно? То есть можно бить любой удар? Ага. В таком случае, бойка, береги своё гнездо. Я смотрю, ты совсем отчаялся. Это хорошо. Значит, победа близко. Пора с тобой завязывать. Все силы в один удар. Коронная левая на максималках. В таком случае... Это невероятно. Бойцы собрали все оставшиеся силы для проведения своих суперударов. Они несутся друг на друга на сверхзвуковой скорости. Оба бойца повержены. Смогут ли они продолжить бой? Бой остановлен. Кто победил, мы узнаем по решению судей. Дамы и господа. Судьи вынесли своё решение. С перевесом в одно очко. Победу судейским решением одержал... Юрий Бойко. Да! Юрий Бойко побеждает в тюремном турнире. Он подтвердил своё право называться лучшим бойцом на планете. Ну, лучшим среди тех, кто сидит в тюрьме. Судьи продажные, всё куплено. Меня засудили. Коннор, ты дрался как тигр. Моё тебе уважение. Хоть я и огорчён поражением, но я не могу не признать, что ты был чертовски крут. Мир. Мир. Тюремный турнир завершён. Мультихайп старался для вас. Поэтому давайте в благодарность ему наберём 100 тысяч лайков на этот ролик. Ведь дальше будет ещё очень много крутых историй. Не пропустите их. Подписывайтесь на Мультихайп. Жмите колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о новых роликах. И пишите в комментариях, какие бои вы хотите увидеть. Пока! КАДЕЦ! Субтитры сделал DimaTorzok